как обещал сегодня мы сделаем распаковку и обзор новых наушников ESK-MDH9000 которые привели мне вчера с Алиэкспресс такая вот посылка я ее заказывал без упаковки потому что дешевле так вот она выглядит в запакованном виде сейчас пытаемся ее аккуратно распаковать чтобы не порезать провода я немного опасаюсь сразу видно что запакована она довольно таки хорошо качественно внутри надувная такая интересная впервые мне приходит посылка в такой упаковке не знаю как она называется вот такая вещь вот такие вот наушники которых еще не видно вскрываем упаковку и попытаемся их оттуда извлечь значит что у нас тут в комплекте в комплекте у нас вот такая вот интересная путьляр такой вот инструкция на китайско английском языке в пакетике чтобы не промокло очень хорошо так и так секундочку мне звонят со званием друг сейчас я тебе поговорю после обзора вот такой вот у нас значит пакетик с аксессуальными ну да ладно давайте обо всем по порядку инструкцию я не буду пока раскрывать думаю пустая в нашем случае трата времени читаю как-нибудь один потом потом и вскроем первое вскрытие этих замечательных наушников кстати довольно компактный футляр думал они будут намного больше так что то там вот и есть это уже хорошо не кирпич пришел так ну вот она наша посылка так что тут можно сказать обратите внимание футляра как сказать не знаю в деле завальцован как тот края даже неплохо то есть нитки не торчат обмета на что называется вот видите какая резинка резинка не дает наушникам вывалиться из футляра сейчас попробуем их достать сразу сразу ощущается что очень очень легкий вес и невероятно мягкие амбушюры на самом деле это копия знаменитых эти печень 50x от аудиотехники и вот что интересно друзья мне говорили что эти печень 50x оригинально они очень некомфортные неудобные то есть их надеваешь на голову сразу начинают давить с этими амбушюрами просто но очень неудобно здесь же вот этот недостаток устранили но сохранили все их плюсы амбушюры видите довольно таки хорошо сделаны торчит вот одна нитка кстати это мы поправим ножницы и зажигалка исправит проблему внутри внутри мягкие довольно таки мягкая ткань какая-то вот тут надпись из кей аудио все это мягкая красивая удобная вот так они иначе могут раздвигаться так выглядит вообще очень очень здорово посмотрите вот видите просто дизайном ничем не хуже чем у аудиотехники эти чем 50x но зато стоят они в три раза наверное дешевле нарпись правой левой на вот этих вот надо мне наверное будет камеру с другой стороны ставить потому что у меня она снимает против солнца против окна не фокусируется поэтому внутри не знаю видно нет видите серийный номер который заклеен сверху защитной пленкой которая наполовину отклеилась попробую сделать чтобы вы увидели ладно наушники и в общем то вот они инструкции давайте посмотрим что у нас комплект в этом загадочном черном мешочке в мешочке у нас кабель с переходником профессиональный кстати сразу скажу вам один секрет вот тут два кабеля должны быть второй кабель а секрет заключается в том что они имеют разное сопротивление и звук намного заметно лучше буквально процентов на 40 вот в этом прямом кабель то есть если кто ценит звук то подключайте через прямой кабель это неудивительно звук будет отличаться все больше там ничего нет мешок пустой через этот кабель я наверное сразу беру пока что будем подключать через тонкий кабель надеюсь хороший звук таком запакован имеется очень кстати неплохая застежка я бы сказал я впервые вижу настолько качественно реально очень хорошие до приятная такая стежка мягкая что интересно она нигде как вообще работаете не понимаю она не цепляет крючками да у нее нет крючков таких вот чтобы палец чувствовал она цепляет здорово впервые такой вижу ну у меня нет такой крутой техники чтобы использовать вот такой вот разъем моего сразу аккуратненько свернем постараюсь не оставлять на нем отпечатки пальцев ну и собственно ради чего выбрала именно эту модель она копирует аудиотехникой техники 50x вот таким вот разъемом который там фиксируется вставляем это не знаю три с половиной два с половиной нет три с половиной джек но он с особым креплением мы его вставляем начинаем проворачивать все он зафиксировался там две стрелочки видите одна напротив другой то есть нужно их совместить все и он назад уже не идет здорово так мы пробую сразу я на 2 на 3 деления их опустил потому что большинство наушников на мою голову идут по три деления с каждой стороны так правый левый надеваем ну давайте попробуем звук сначала с мобильного телефона так басы мягкие приятные серединка довольно четкая хорошая верха вообще не слышу каких-то сверх высоких но приятные такие довольно таки умеренные умеренные верха звук действительно очень приятный очень приятный звук теперь уже прошу предоставить мне возможность их послушать сравнить с другими наушниками вот и поделиться с вами своим субъективным мнением по поводу их звучания если вы через некоторое время посмотрите в комментариях я постараюсь там описать их сравнение с моделью шенхайзер hd 280 pro которые на мой взгляд все-таки самые приятные по звучанию вот из всех наушников что я пробовал и пытаюсь сказать вам какие из них все-таки лучше но пока ненадолго с вами прощаюсь пока